Зажигательные танцы и последние приготовления перед массовым забегом всероссийских соревнований Лыжня Россия 2024. Этот этап соревнований стал последним и перед ним уже успели пробежать другие категории участников. Потихоньку тяжеловато сейчас бежать. Я каждый год прихожу. Леониду Филатову 69 лет. Он выступал вместе с лыжниками третьего возраста. На соревнованиях эта категория участников бежала одной из первых. На этот раз мужчине не удалось завоевать призовое место. На лыжах так хожу иногда. Но сегодня тяжело лыжи не катят. Тяжеловато пришлось. Подмазать надо было. Хорошую смазку. Смазку не подобрал. Лыжи не катят. Между стартами и в ожидании спортсменов на финише болельщики и лыжники не скучали. Кто-то строил снежную крепость, а кто-то восстанавливал силы после забега. Еда, да, вкусная, спасибо. Андрей Федорук бежал в числе сильнейших спортсменов в возрасте от 18 до 29 лет. У юноши уже есть победы на республиканском уровне. На лыжне России 2024 он тоже стал одним из лидеров. Победа далась мне сегодня тяжело. Соперники были сильные. Бежал хорошо, старался. Старались и те, кто завершал соревнования. Прямо сейчас за моей спиной стартуют участники массового забега лыжня России. Стать участником у к любой желающей. Например, среди них школьники и студенты нашего города. А также пенсионеры, сотрудники предприятий и педагоги. Все, кто любит спорт, но профессионально им никогда не занимался. Трасса от прошлых лет не отличается. Из стартового горока спортсмены уходят в пойму реки Зай. И пробежать должны 2,5 километра. Во-первых, это здоровый образ жизни. То есть мы все фактически должны заниматься не менее трех часов в неделю физической культуры. Активностью это любое значимое мероприятие, спортивное мероприятие, это уже праздник. Поэтому мы и всех призываем заниматься физической культурой и спортом. Организованы специально такие мероприятия. Это не только на уровне района, но и на российском уровне. Лыжня России 2024 в числе таких событий. Состязания прошли в разных городах и регионах страны. В Альметьевске общее количество участников в этом году превысило 2000 человек. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.